МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сюда отправляются автобусы и маршрутки, городские, пригородные, до Москвы. Люди ожидают их под открытым небом, навесов над остановками нет. Депутат Одинцовского округа Максим Ганин в очередной раз лично убедился в этом. Территория запущена. Здесь мы видим вот этот Шанхай, голуби, фасады здания. Это все в ужасном состоянии. Историческое здание, голубей тонны, крысы. Я не знаю, нет слов, одни эмоции. Я не понимаю, почему город и округ должны все время затыкать дырки и проблемы РЖД. Компания «Миллиардер» содержит свою территорию, но просто в неудовлетворительном состоянии, это мягко говоря. Горожане часто жалуются на состояние, прилегающее к станции территории. Для разъяснения сложившейся ситуации народный избранник отправляется к руководству станции. Здравствуйте. Да. А подскажите, где можно вообще ваше руководство найти здесь? Руководство станции, да, хотя бы, как минимум? Руководство станции вообще находится на втором этаже, старца здания. Кстати, до административного здания железнодорожной станции Одинцова дойти, не промочив ноги, не получится. Прямо перед входом огромная лужа. Это не останавливает депутата. «Зашли, пообщались с начальником станции. К сожалению, он отказался говорить что-либо на камеру, но заверил то, что в ближайшее время они наведут порядок, будут проведены субботники и так далее. Ну, я думаю, опять же, это вряд ли произойдет, и придется эти проблемы решать городским службам. Как всегда, наше МБУ пойдет в атаку, да, вот, ну, наше министерство чрезвычайных ситуаций, которое решает проблемы за всеми. Еще один пункт назначения – платформа «Отрадная». Сюда депутат отправился также после неоднократных обращений граждан по поводу неудовлетворительного состояния прилегающих станций территории. Добраться можно только вплавь. Огромные лужи и грязь практически на всех дорожках-подходах. Мусор под платформой и на газоне. Да и газоном это не назовешь. Вместо него настоящие заливные луга. Воды там, наверное, по колено. Тротуар вымощен деревянными поддонами, кое-где уже развалившимися. Просто жалко людей, на самом деле. Каждый день преодолевать вот такой вот маршрут, вот здесь. Это сейчас вот вода еще спала, но мы видели, как люди здесь просто лезли по заборам, чтобы вот как-то, ну, вот, прорваться на станцию. Пассажиры поток громадный, на самом деле. Миграция в часы пик сумасшедшая, но, как мы видим, здесь просто, ну, мордор какой-то происходит. По-другому и не назвать. Проблему Максим Ганин взял под свой личный контроль. Пообещал, что к ее решению подключится и Единая Россия. Также будет оформлен депутатский запрос во все инстанции, в том числе к руководству РЖД и Минтрансу. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.